всем привет с вами назар и мы продолжаем играть в европу так отменяются проходы право прохода войск так как закончилась война рабы доходов пошлин эффективность шпионов хорошо с гемией у нас улучшается потихоньку отношения нужно будет как-то заключать союз с ними попробовать хотя бы с неаполя мы уже заключили но неаполь не так силен военном плане австрии еще слабее тем более они она воюет так повод для войны державы индостан хорошо мужчина неверных так увеличится и уменьшится но даст казну хорошо принимаем это решение давайте что-то будем тут нас оказались войска построились лимит держится здесь строительство все идет все пока что хорошо новая национальная провинция у нас появилась построим здесь оборону здание и мы кстати уже можем опять объявлять объявлять войну индостану цель коалиции из великие монголы коалиции против аман если мы например давайте глянем объявить войну кто к ним присоединится ва чаюки сам индостан давайте глянем какое у нас доступно решение оскорбить государством маджи апахит 25 военных очков и престиж плюс 5 хорошо давайте попробуем оскорбить глянем как это делается доступа нет отношения нанести оскорбление отправляем и задание выполнено 25 халявных очков враг моего врага враг моего врага враг моего врага брунейд обменение у нас кремний 125 вполне возможно что нам за этот идут 25 админочков хорошо отправим сюда дипломата улучшить можно на плюс 100 еретик враг врага хорошо смотрим что там с богемией плюс 27 но они пока что воюют ну пусть воюют торопиться не будем тем временем давайте построим немножко торговых кораблей у нас они стоят дешево фрегат тем более у нас вроде как нет даже фрегата ну давайте глядем также на технологии возможно ага мы скоро сможем строить на 23 уровне тяжелый фрегат так что повременим с этим пока не будем нужно набрать сколько тут ну половину осталось еще идеи торговые брать не будем стоимость советников минус 25 процентов мне интересно содержание так же будет дешевле или содержание так же такими и останется раздаваем спор повод для войны с державой Испании хорошо а тем временем одного свободного дипломата отправляем в Индостан дабы тот сфабриковал по претензии на одну из провинций индостанских индусских или индостанских не знаю как правильно говорить так смотрим что у нас тут есть командел венат ну хорошо пусть будет на венат вот кучийские националисты это наверное вот здесь да скоро тут доузнаны дары претензии на провинции точнее национализация завершится на эту провинцию да вот как раз и завершилось миссионер здесь не справится налог от доход от налогов очень малый престиж увеличится на 5 процентов хорошо точнее на 2 увеличился так как нас было 98 и Цейлон так же стала нашей национальной провинцией ну здесь кстати можно и построить даже на или вот это да вот эффективность миссионеров увеличивается немножко давайте построим тут такие здания сначала и закажем парочку двух палубных линкеров 46 где еще такой дешевый нигде не вижу так с богемии мы улучшили их отношения на максимум повышаем немножко легитимность вероотипимость вероотипимость кистинный верик веритикам язычников дипломатической репутации увеличена хорошо нужно нанять нового советника на стоимость стабильности риск восстания снижения инфляции давайте изменение престижа за год плюс 1 чтобы не падал так уже резко да и деньги нам так же нужно немножко под накопить все еще воюют а у нас даже нет дипломата он еще не вернулся так турки пока ни с кем не ведут войны дипломат вернулся и триполи требует от нас справа прохода смотрим с кем они воюют испания генигау австрия и тулуза хорошо согласимся доступная идея торговые мы не принимаем мы ждем на технологии умер еще один советник давайте будем нанимать берем вот этого на плюс 2 это нужно спад армейской традиции минус 2 процента давайте глянем какой там идет спад и на традиции на минус 1 точка 8 то есть если мы возьмем точнее уменьшим спадок то они у нас будут расти по идее интересно давайте давайте попробуем посмотрим интересно просто что ну нет все равно минус 0 93 но уже это уже меньше чем было благочестие ладно бедные потерпят ничего им не станется турки турки что же вы ни с кем не воюете вот они соглашаются вступать военный союз с нами хорошо слишком много дипломатических связей давайте глянем пять из четырех давайте с персами отменим право прохода сейчас вернутся дипломаты у нас и так по идее есть прохода так как мы союзники но нет все равно увеличенное количество османская империя династический брак ну не так нас считают за престиж минус 1 и стабильность минус 1 нет этого не делать не будем давайте пока что отменим право прохода с ираком да теперь все стало на свои места самостоятельность колонии отлично делаем щиток и отправляем вот сюда сразу же переводим наши войска на подмогу и давайте что то будем строить на военные здания да вот здесь понемножку нужно отстраиваться так тут немножко улучшим так кстати глянем на другие производства доход от налогов плюс 50% и еще плюс 5 монет армия понятно что дает флот лимит флота плюс 2 время постройки и скорость ремонта увеличена также так сколько здесь налога 9 19 14 10 21 21 21 где введение значит введение нужно развиваться по пути производства да здесь смотрим 31 еще лучше здесь 25 36 38 тут уже построены торговые здания у нас у нас уже и денег не стало от всего этого строительства но доход достаточно хороший так богемия переходит на наступление это хорошо это радует и давайте еще раз отправим нашего свободного дипломата в Индию пусть фабрикует еще одну претензию например на Мадурай на провинцию Мадурай или Малабар можно давайте глянем какие где тут лучше здание выстроили ну Мадурай намного лучше да и прибыль здесь побольше побольше лимит содержания лучше да да и рекрутов побольше Мадурай более приоритетные более лучшие провинции сделаем тут претензию и уже тогда можно будет что то тут думать тем временем давайте построим на торговлю еще одно здание а тут мы построим 06 только хорошо построим на защиту все равно 0 прироста технологии еще много нужно ждать правого прохода Сербия соглашаемся с кем она воюет неужели с турками да с турками люди пробуют новые религии так тут что то такое страшное ересь сирийского восстания плюс 2 доход от налогов минус 33 целое круто минус 40 и все это на 10 лет или сменим курс эффективность миссионеров присудим стоимость технологий плюс 5 также на 10 лет Альхаса и это провинция попробуй запомню все эти провинции где какая как называется мук если вот так вот здесь тут небольшой так что берем вот эту так построились два военные галеона и мы улучшили отношение с брюнеем плюс 100 нужно плюс 125 предложить военный союз если мы предложим мы еще улучшим давайте предложим да конечно у нас увеличится великоплепно хорошо и мы выполнили задание также у нас слишком много династи династики династики дипломатических связей коммунизировать провинцию буне глянем где это бонная бонная где-то здесь это да ну хорошо будем принимать это здание приняли лжер правопрохода с кем не воюет османы кипер сербия каракую ну и насчитать конец пришел мы даже не поможем гимнастический брак нет я не хочу сколько убранные войск 17000 на 15 технологии мало конечно но дипломатические очко у нас отбирается если разорвать союз хорошо разрываем не нужен очки дипломатические не хочется терять по напрасну все равно хорошие отношения так что тут у нас национальная провинция пуза я хорошо строим форт так транспортник у нас стоит ждет нам доступна вот эта штука огневой мощь командующих плюс один что там с технологией 24 она нам даст новые типы войск османы все еще двадцатые хорошо я буду принимать идею огневой мощь думаю более нужно увеличится уменьшится уменьшаем конечно же давайте вернемся к нашим наш дипломат завершил фабрикацию претензий поэтому нужно готовиться к войне с индостаном отправляем сюда свой флот транспортный войска же что тут нет никакого прохода такого чтобы они могли перепрыгнуть через этот залив турки мешает тем более турки они являются вассалом турки а иракцы блин путаюсь всегда в этих названиях так смотрим что тут у нас в европе вы уже сам хотел повоевать с турками при помощи наших союзников конечно же черта не знаю помогут ли они нам или не помогут закажем войск 4 до 4 отряда можно заказать так делаем что тут у нас за зданиями доход от налога плюс 50 да даст две монеты дополнительные медине также развиваем на налоги плюс две с половиной монеты это даст практически одну монету 0.39 мало очень товара произведено больше будет тузенцы атакуют хорошо пусть атакуют так тем временем в австралии открылась еще одна провинция и здесь осталось только две чтобы полностью колонизировать австралию так войска переводим уже на индийский континент к оружию гемия против шеверный связи просил вашей помощи миланское завоение провинции фернзе против милана лжир и польша матья польша в руку не этого забывали я соглашаемся конечно будем держать проход войск как он штейн хорошо порт и блокированы тут ничего страшного с пиратами мы быстро разберемся затем сразу порт хорошо так 16 наших кораблей транспортных отправляется сюда перевозят перевозят войска перевозят войска перевезли отлично здесь мы их объединяем так вас парни нужно соединить с основным войском хорошо плетька не вмешательства торговля налоги и число рекордов смотрим торговля больше нам приносит так что берем это на 10 лет улучшим показания нашей торговой мощи колонизировать провинции бонная давайте глянем с кем мы там воюем вот так триполи а они наш союзник что ли и мы можем я так понимаю провести свои войска через их территорию или не можем можем давайте так и сделаем и нападем на лжер поможем ускорить войну мы победили отлично отправляем вот сюда наш флот тем временем вижу испанцы еще один остров заняли колонизировали где там наше войско движется такими путями ну да здесь у нас нет прохода через каир а турки куда идут что-то мне это не очень-то нравится технологии да вот то что нужно зерно хорошо турки стали вот в этой провинции ну пусть стоят мы тем временем закажем себе тяжелых фрегатов заказываем много так как нам нужно вести патрулирование здесь торговые персы вижу воюют достаточно успешно казахи ого нехило так разрослись уменьшится увеличится престиж минус 20 ну ладно пусть будет вот происходит вообще какая-то ханалия ну скажите как нормальный человек может справиться вот со всеми этими перемещениями войск это нужно какие-то компьютер иметь в мозгах в голове вместо мозгов точнее наше войска на чужой территории а вот и войска лжир строительный бум эта реформа не нужна стоимость технологии эффективность миссионеров так престиж плюс 2 стоимость технологии минус 5 берем к военной технологии еще нам очень далеко грей к оружию персы воюют с индостаном соглашаемся немножко не вовремя эта война пришла у нас тут 20 тысяч наших войск так а где наш флот военный так это не он вот здесь он стоит хорошо отправляемся сюда защита торговли электрина легких судов плюс 5 управление плюс 10 хорошо блокированные порты мы опять воюем с этой страной с аютией торговля хорошо вы отправляетесь пока что патрулирует цейлон смотрим сколько у нас нет не целом не хотел а у нас тут и так 79 процентов свой хили 17 давайте давайте глянем на модель прикольные достаточно ну хорошо войско идет нападать сюда наша основная армия что делает она идет к лажиру попробуем разбить их армии сразу же отправляемся назад домой лжер конечно же отступает знаю успеют или нет нет мы не успеваем переходим сразу дальше и вот так даже опять отступает и успевает даже отступить так сражение здесь произошло мы победили конечно же отправляемся на ремонт так этот флот нам пойдет южнее кстати что там персы как ага достан перешел наступление персы наверное что будут проигрывать завязался бой мы конечно же победили отлично практически равноценный обмен прошел смотрим куда они отступают куда-то сюда в Касабланку наверное преследуем разбиваем армии и так потеряны так потеряны уважайный год число рекрутов увеличивается знаете так звучит типа рекрутов мы выращиваем на полях хорошо разбили алжирскую армию и в срочном порядке идем домой сада завершена хорошо идем сюда флот блокирует здесь вражеские порты самостоятельность колонии отлично делаем корку колониста отправляем вот сюда у нас задание так тут нужно как-то разделиться хотя бы тысяч две отправить сюда да вижу перс тут они не победят это точно кстати вам нужно генерала какого-то назначить вернемся назад и давайте возьмем генерала он тут стоит какой-то но на осаду так тут сколько осада 0 есть единичка хорошо берем этого генерала другие способности у него получше будут порты опять блокированы тут нам пока что мы не можем отвлечься богемия 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 что ты осаждаешь здесь крепости вражеские хотя у тебя по территории бегают поляки но я вижу дачане помогают перси держитесь самостоятельность колонии берем сюда все войска колониста отправим сюда красные статуи престиж плюс 50 престиж у нас и так на максимуме так что берем казну так времени фамилия полка нет это нам не нужно задание выполнено отлично будем брать новые масса кар плюс 125 масса кар масса кар масса кар вот вот это но нет здесь слишком большие штрафы у нас провинции донат вот это провинция хорошо берем задание мы это как раз таки хотим сделать так тут у нас 55 процентов хорошо все все равно нужно будет сейчас брать право прохода с ираком так как мы по-другому никак не сможем перейти очередная осада завершена вражеский флот вышел в открытое море мы переходим дальше отлично мы взяли два торговых судна давайте глянем какие это ранние фрегаты ну достаточно неплохо технология доступна административная земнохранилище лимит армии плюс 10 процентов опа это уже интересно это типа уникальное здание или какое собор земно-верновская фондовая таможня крепость да вот зернохранилище нужно 10 очков админ сейчас мы будем строить увеличится уменьшится таможне торговое влияние плюс 5 строим и зернохранилище где-то где-то заложить это здание у вас может быть только одно из этого зданий ну хорошо ну и может это только там можно строить где зерно производится сейчас сейчас глянем вроде в африке было зерно где-то вот зерно здесь да и вот здесь можно построить содержание армии да мы это строим очень хорошее здание и так просим ирак правопрохода переводим войска на персидской территории сразу нужно будет разорвать это соглашение соглашение все войско перешло и мы отменяем дабы не терять очки так первым делом идем разделимся 6 вот так 2 кавы хорошо 8000 пойдет и бороться с этими повстанцами остальная армия идет на подмогу уже хорватии соглашаемся на проход опять с турками воюют да и неаполь кстати воюет также с турками почему они нас не позвали войну у нас и так уже две войны идет наверное посчитали что не стоит этого делать хотя я хочу это сделать блин тоже нужно с индусами разобраться давайте я гляну по армиям знания войска армии россия большие турки 100 тысяч ё-моё у нас 76 но у нас больше рекордов в в Великобритании 39 тысяч только так мало так мы уничтожили полностью флот индусский так эти армии пойдут пойдут фарс так где больше всего отправляемся вот сюда да хорошо они идут сюда значит мы будет будет легче их скажем так зажать семь тысяч идут наших ну должны продержаться должны если мы попадем скорее наше это уже подошла к индусам и полностью уничтожила отлично также потеряла немало так семь тысяч сразу идут вот в Белджистан снимать осады это персидская территория так вот еще флот вражеский мы сразу же туда идем счет скоро должен выровняться хотя бы на ноль так что это такое тут какое-то восстание было но мы его придушили войска наши идут сюда ух тут все сложно не знаю парни держитесь здесь близко нет мы проигрываем так что отступим отсюда хотя мы даже уничтожили больше уничтожаем здесь всю эту ватагу ватагу мы проиграли бой они сюда передвинули свой флот нужно как-то ловить его так хорошо стоим снимаем осаду флот 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 вражеский идет сюда мы также пробуем перехватить идет сюда теперь и заходит в провинцию так завершится это осадой переходим сюда так главное что ничего не потеряли снимаем тут осаду и переходим вот сюда производится шерсть хорошо так сейчас здесь сняли осаду отлично переходим дальше на юг что тут так тут три поля успешно воюет в общем это война я считаю выиграна только здесь военный счет от военных битв минус 32 до перс изначали очень много войск потеряли знаю они как-то действует разрозненно умер наш наследник но появился новый достаточно очень хороший особенно по войскам по военных по военным очкам ну давайте я думаю будем завершать сейчас вот эту серию нашу хорошо давайте еще вот эту армию подлоим так они стоят хотят сражаться что ли не понимаю почему они стоят так милан заключил мир милан выплатит передает много территорий победили уничтожили армию отлично да милан немножко похудал вот вижу здесь отдал 2 территории милан турков здесь огромный флот поэтому неаполь просто не может перейти в наступлении должен вот так стоять тут вижу какие-то восстания идут давайте отправим нашего дипломата к туркам пусть он сабрику нет 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 поддержит повстанцев патриоты хорватские отправляем пусть восстают наши союзники вижу фанатики швейты по идее эта провинция должна отойти к нам если они так достигнут своей цели ну а мы будем завершать как я уже говорил эту нашу серию так что спасибо что смотрели ставьте лайки если понравилось подписывайтесь на канал с вами был Назар всем пока пока